Мы рады вас видеть Брестской крепости, можем предложить вам экскурсионное обслуживание. Обычно с этих слов начинается диалог специалиста-консультанта с гостями мемориального комплекса. Определиться с маршрутом, найти необходимые данные о крепости и ее объектах теперь можно прямо здесь, в этом небольшом, но уютном помещении. Как раз павильон открылся на каникулах российских, поэтому людей было достаточно много. Сюда заходят часто, потому что видят этот павильон, сразу обращаются. Либо просят просто рассказать о территории, где что находится, где находится какой музей, куда лучше сходить, когда в первый раз. Открытие информационного павильона стало событием в некотором роде долгожданным. Раньше для того, чтобы задать интересующие вопросы или заказать экскурсию, туристам необходимо было заходить на территорию мемориала, проделывая при этом немалое расстояние. Сейчас за считанные минуты определяется маршрут исторической прогулки, и непосредственно отсюда начинает свою работу экскурсовод. Очень много приезжает индивидуальных туристов, которые просто заходят сюда и берут экскурсию. Понимаете? Это очень здорово. Это не надо человеку идти, потому что они как слепые котята, насколько я помню, потому что я немного работала в туризме, они как слепые котята идут по этой крепости, не понимают, где этого экскурсовода найти. Он всегда находился в музее, это надо искать. А так они видят экскурсии, это как в Европе. Самый экскурсионный центр или информационный пункт ориентирован в том числе и на индивидуальных посетителей, семейные группы, которые приезжают к нам иногда, потому что сама по себе экскурсия, которую мы предлагаем, там прежде всего это 2 часа и 15 минут, эта экскурсия, конечно, затрагивает практически всю крепость. И, естественно, что в основном именно семейные посетители, небольшие группы могут себе позволить столько времени на посещение крепости. Организованным группам мы тоже можем предложить полуторачасовые экскурсии. В пабеллоне предлагаются экскурсии тематические, если посетители таковы и желают посетить. В частности, например, экскурсия на 5-й форт Брестской крепости может начаться прямо оттуда, от стоянки. Только в прошлом году комплекс «Брестская крепость-герой» посетила более 425 тысяч гостей. В основном туристы из России, а также Польши, Германии и Китая. В этом году поток желающих, возможно, станет еще больше, благодаря установлению пятидневного безвизового режима, а также обретению городом звания Национального центра туризма и отдыха.